Как преодолеть боязнь масштабирования мебельной компании? Друзья, привет! На связи Юрий Архипенков. Немножко в новом образе, но тем не менее, все та же тема о мебели, о страхах и о развитии собственной мебельной компании. Сразу отвечу на вопросы, почему я лысый. Просто начали прилетать вопросы, Юра, ты что пересадил волосы? Нет, друзья мои, скорее всего, я пересадил мозг и решил внести некоторые изменения в свою жизнь. С начала нового 2022 года и, соответственно, мне нужен был какой-то артефакт. Вот он, собственно, все остальное на месте, глаза мои здесь. Очки одел просто для того, чтобы мой фейс не выглядел совсем скучно. Итак, как преодолеть боязнь масштабирования своей компании? В чем заключается суть вопроса? Пишут мне ребята, мебельщики, девчата. Причем разного масштаба компаний. Кто-то гаражник, кто-то уже достиг каких-то результатов. Но интересный момент. На определенном этапе развития мебельной компании, наверное, в принципе бизнеса вообще, возникает страх. Это знаете, как, я не знаю, я не играл ни разу в казино, хотя ставки я делал в инвестициях. Это как раз, наверное, тот страх, когда ты понимаешь, что вроде бы как надо дальше, но пора уже остановиться. А вдруг что-то не получится. А стоит ли еще вкладываться? Или опасность? Или что? Собственно, у меня был такой страх полтора года назад, когда я решил открыть свое производство, купить оборудование. То есть, создать полный цикл производства с продажами у меня было уже все замечательно. Я понимал, что следующий этап масштабирования моей мебельной компании – это собственное производство. До этого я очень долгое время зарекался, что у меня никогда не будет собственного цеха. Я буду работать только с контрактным производством. Ну и минимальные функции изготавливать в своем собственном сборочном цеху. Страх в чем заключался? Вот я сейчас вложусь, а вдруг не пойдет. Вот я сейчас вложу такие активы, мне придется брать больше помещения в аренду, мне придется набирать новых сотрудников, мне придется осваивать новые процессы. А вдруг упадут продажи? А вдруг я не смогу? А вдруг я не потяну? Это был первый страх. Второй страх произошел сразу же после того, как я взял просторное помещение в аренду, чистое, современное, удобное, теплое, закупил новое оборудование в смазке, в упаковке, все расставил, и тут началась вторая волна известного нам вируса, пандемии, которую уже предрекали и о которой все говорили, что вот эта-то волна как раз ударит по мебельщикам, потому что в первую волну мы вроде как даже разбогатели, а заказов было больше, а во вторую все люди уже высосаны по деньгам и заказывать ничего не будут. Это был второй страх, который вот реально мне по ручкам ударило. Ручки-то опустились, а как дальше, а что будет? Сразу забегая вперед, скажу, что все было здорово, я наоборот вырос, но поскольку я сам на себе знаю, в чем причина этого страха, я хочу ответить на вопросы тех мебельщиков, которые мне их, собственно, задают. Вот такой каламбурчик. Вопрос-то в чем заключается? Как преодолеть боязнь? То есть видение у предпринимателя есть. Он знает, куда двигаться, он знает, что он может, он знает свою точку А, и он видит свою точку Б, по крайней мере, у него есть желание двигаться к этой точке Б, она для него осязаема, но он не знает, как преодолеть вот этот страх, то есть как сделать первый шаг. Собственно, в чем причины этой боязни? У всех плюс-минус они одинаковые. Боязнь потерять, боязнь облажаться, боязнь несоответствовать. Знаете, какая фигнюшинка есть, от которой нужно избавляться, чем быстрее, тем лучше. Боязнь несоответствовать заявленным амбициям. Ну то есть твои же конкуренты или друзья, или подруги, или одноклассники, перед кем ты там хочешь, да, выделиться и показать какой-то крутой, ты же всем покажешь, что я иду вперед, я разве... Ну, условно говоря, представляете, да, вождь принял решение вести свое войско в наступление и проиграл в сражение. Вот примерно тот же страх у предпринимателей перед тем, как начать масштабироваться. Давайте так, упакуем. Масштабирование равно наступление, ввязывание в драку, в бой. И, естественно, вот этот-то вот факт нежелания облажаться, стыда, да, это реально такой психологический крючок, стыд за то, что ты не оправдал, за то, что ты не смог, за то, что ты слабак, за то, что ты лошара, он тоже иногда мешает принимать решения. Задумайтесь, вы для кого вообще, собственно, бизнес-то свой делаете? У меня, например, есть четкий ответ, когда меня спрашивают, знаете, там всякие умники, Юра, расскажи свое видение, свою философию, свою концепцию бизнеса. Ребята, услышите сейчас и чтобы потом не было упреков. У меня нет никакого видения, у меня нет никакой философии, у меня нет никакой стратегии. Я делаю свой бизнес для того, чтобы была счастлива моя жена, мои дети, и чтобы я получал удовольствие от этого бизнеса, от этого деяния здесь и сейчас. У меня совершенно нет наполеоновских планов покорить всю Россию и закрыть все города своими филиалами. У меня совершенно нет амбиции оставить в истории след и создать компанию, которая будет передаваться по наследству и так далее. Моя амбиция заключается в том, чтобы улыбалась, смеялась, была счастлива, довольно удовлетворена моя любимая женщина, мои дети. И я сам не когда-то потом начал получать дивиденды от того, что сейчас делаю, а прямо сейчас. Поэтому все, что скажут обо мне мои окружающие друзья, товарищи, родственники, конкуренты, мне совершенно пофигу. От того, что они думают обо мне сейчас, мне совершенно пофигу. Кстати, это стало пофигу не так давно. Раньше было не пофигу. Раньше, кстати, очень много вот этих заморочек мешало мне совершать какие-то шаги. А что скажут, а что подумают, а что тот тому расскажет, а они посмеются, а если вдруг. И потом я понял, что я задержался вот в этом, а если вдруг, и хочу сам строить свою жизнь, независимо ни от кого. И внутренне послал всех нафиг, по-хорошему, позитивно, без агрессии, без сарказма, без издевательств. Просто идите нафиг, ребята. Я же не для вас живу. Я же не для вас сейчас, сегодня проснулся с утра, принял холодный душ, умылся. Я же не для вас побрил свою голову, череп свой наголо. Я это сделал для себя. Значит, мне это для чего-то нужно. То, что я записываю сейчас это видео, поверьте мне, друзья, как бы ни казалось это странным, я это делаю не для вас. Я делаю это для себя. Потому что в это время я получаю определенное удовольствие. Это видео принесет мне определенные дивиденды в виде масштабирования моего онлайн-бизнеса. Ко мне больше людей будет записываться в тренинг, приходить на консультации и так далее. Я кайфую сейчас. Я делаю это для себя. Если вы, кто-то из вас, получает от этого пользу, я только рад и счастлив. Я буду благодарен вам за то, что вы воспользуетесь моими рекомендациями. И у вас получится все так же здорово, как у меня. Если не получится, опять же, ребята, мне все равно. Я не собираюсь оправдывать ваши надежды, если вы будете бездействовать. Так и в бизнесе. Хотите масштабироваться? Хотите выходить из гаража и создавать нечто большее по масштабу? Выходите из гаража. Снимите, как бы вам не было больно и страшно, снимите помещение большего масштаба. Чтобы там было отопление, свет, хорошая вентиляция. Удобно, чтобы было. Не нужно было толкаться. Желательно, чтобы были распределены зоны, склад, производство, склад готовой продукции, склад фурнитуры, комплектующих. Желательно, чтобы к этому помещению был удобный подъезд. Желательно, чтобы у него не текла крыша. Желательно, чтобы вы почувствовали себя достойным предпринимателем, который делает свое любимое дело, свой бизнес в достойном помещении. Для начала, конечно, неплохо соизмерить свои возможности. Это называется точка А. Знаете, когда человек сидит на голой попе, на холодном унитазе и говорит, я сейчас, ну, послушает там тренинги всяких разных известных бизнес-гуру, которые говорят, давай, бомби, вкладывай деньги, все будет. И думает, да, сейчас займу мамой 200 тысяч рублей, куплю там то, куплю все. Нет, ребята. Нужно реально четко оценивать свою точку А. Что вы можете уже сейчас? Какие предпосылки у вас уже сегодня и сейчас есть для роста? Например, если вы не можете делать оборот своей компании больше 100 тысяч рублей в месяц, то, конечно, гараж это то болото, в котором вы, тот самый кулик, да, который должен его хвалить. Вам рано куда-то выходить. Ваша аренда должна составлять не более трех, максимум 5 тысяч рублей в месяц. О каком-то большом удобном современном помещении разговора быть не может. Если же вы в данный момент уже делаете оборот 500 тысяч миллион рублей в месяц, да, вы видите, какая инфляция съедает эти цифры. Если раньше я говорил там 100-200 тысяч, то сейчас 500 миллион уже деньги обесцениваются. Если вы делаете уже 500 и миллион и сидите до сих пор в гараже, ребятки, вы давно уже выросли. У вас есть предпосылки к развитию. Вы уже умеете продавать. Вы уже умеете делать бизнес. Вам нужно этот бизнес масштабировать. Следующий момент. Что вы можете сделать прямо сейчас, находясь в том положении, в котором вы есть, для того, чтобы, не меняя ничего, увеличить продажи? Послушайте внимательно. Как я подходил к вопросу открытия шоурума, например? Кто меня знает давно, они знают мою ситуацию, кто не знает, коротко расскажу. В свое время я завел в долги свой бизнес. У меня была депрессия, были суды, судебные тяжбы, долговые обязательства, кредиты, все прочее. Я вообще завязал с бизнесом, пошел, устроился в найм. После этого я отдохнул и начал бизнес с нуля, с чистого листа. И вы теперь видите, наблюдая за мной, что у меня получилось. Так вот, если вы в данный момент не можете проанализировать свою нынешнюю ситуацию, свои сильные стороны, и как, не меняя ничего внешне, вы можете уже сейчас сделать скачок x1,5 или x2, Если вы видите этот путь, значит, это сигнал к тому, что вы можете действовать. Как делал это я, давайте еще раз. Был гараж, были морозы, была газовая пушка. С утра были обледеневшие наполовину от пола стойки для шкафов купе. Была включенная пушка, и шел конденсат, тек, и разбухали стойки. 24 квадратных метра вдвоем, с небольшим набором оборудования, со столом, не развернуться, постоянно толкались попками. Мы вышли на миллион. Как я масштабировался дальше? Я понимал, что мне нужно, во-первых, увеличить площадь, потому что мне приходилось брать заказ, привозить, раскрой, быстро перерабатывать его и вывозить, чтобы была возможность что-то завести снова в цех. У меня был дефицит с площадью. Следующий момент. Мне необходимо было зонировать уже площадь. Это склад, это склад фурнитуры, это рабочие зоны, это готовая продукция. Следующий момент. Я не мог в гараж привезти клиентов. Если я возьму помещение побольше, мне уже будет не стыдно, не досадно, не стрёмно туда приводить клиентов, даже если там нет оборудования, там каких-нибудь станков и всего прочего. Я задал себе вопрос. Юра, ты научился продавать? Да, ты работая вдвоем собственными руками со своим компаньоном, научился продавать на миллион. Извините, в 13, нет, не в 13, в 15 году миллион оборот в месяц, это были очень хорошие продажи. Это не сейчас миллион. Ты можешь этот миллион удержать, зафиксироваться на нем? Я ответил себе, что да, плюс-минус миллион, может быть там 800 или миллион 200 я могу делать. Но также я заметил некую особенность, что выше миллиона в гараже я почему-то не поднимался. Вот не знаю, мистика какая-то. Выше миллиона у меня не было. Там миллион, ну я имею в виду глобально выше, миллион 100, миллион 200 было. Даже был однажды скачок какой-то, не статистически, полтора ляма мы сделали. Ну и все, дальше роста не было. Я принял решение, нужно снимать в аренду помещение. И мы присоседились к мебельному производству, нам выделили хороший такой угол, и мы могли пользоваться оборудованием. Следующий вопрос, который я задал себе. Юра, можешь ли ты позволить себе шоурум? Я никогда не мечтал о магазине, о никаких площадях, о офисах там еще, не дай бог, да, там с визитками и с девочками на стуле. Я мечтал о шоуруме, о том атмосферном пространстве, куда бы я мог привести потенциального клиента, окунуть его вот в эту атмосферу своей оранж-мебели и продать ему свое предложение. Могу ли я? Ребятки, я зарабатывал, мы делали оборот уже 2 миллиона рублей, и я боялся открывать шоурум. Почему? Лишние затраты, лишние движения, вложения в образцы, в ремонт и так далее, и так далее, и так далее. Я перещелкнул тумблер и сказал себе, если ты не сделаешь это сейчас, ты больше не вырастешь. Конечно же, я нашел самое недорогое помещение, сделал там минимальный косметический ремонт, создал там уютную атмосферу и до сих пор работаю в этом шоуруме. И если вы знаете, в ноябре прошлого года я сделал в этом шоуруме оборот 5 миллионов 35 тысяч рублей. Таким же образом, я по пути с Алтая, когда мы с мебельщиками летали на Алтай, я поговорил с ребятами, я задал вопрос Анатолию Самсонову, я поинтересовался у Саши Архипенко, у других ребят, у производственников, поинтересовался нюансами. И уже, когда летел в самолете обратно из Новосибирска в Москву, прямо в самолете я в телефон, в Google документ составил себе концепцию развития своей компании через открытие производства. Прилетев в Москву, через 3, максимум 4 недели у меня уже был найден цех в аренде и закуплено новое оборудование. Было ли мне страшно? Всегда, ребята. Боялся ли я? Не то слово. Иногда штанишки были мокрые. Но каждый раз, преодолевая эти страхи и вот эти боязни, я вырастал. Я испытывал максимальное удовольствие, чувство собственного достоинства, чувствовал себя молодцом, просто красавчиком, потому что я в свое время, в нужное время, в нужном месте принял это решение. Собственно, моя вам рекомендация. Если кто-то из вас сейчас работает в гараже и боится расти дальше, либо у вас производство, ну, например, обусловленное какими-то квадратными метрами, сотнями квадратных метров, у вас штат сотрудников обусловлен таким-то количеством человек в команде, ваши продающие площадки такие-то, все что угодно. И вы чувствуете жажду к росту, к масштабированию, первое, что вы должны сделать, запоминайте, проанализировать ту ситуацию, которая у вас сейчас есть. Да, готовы ли вы? Ну, то есть, нет ли предпосылок к тому, что вы можете рухнуть? Ну, реально просто, да, вот вы за последние три месяца сделали там, предположим, 3 миллиона оборот, да, а в этом месяце у вас 500 тысяч почему-то. Нужно задуматься, найти эту ошибку, стабилизироваться, то есть, ну, хотя бы не на трех, пускай там на двух с половиной, это я говорю сейчас для тех, кто покрупнее. Для гаражников то же самое, просто цифры другие. Найти вот эти вот стартовые предпосылки для роста, то есть, из этой рубашки, ну, вспомните, да, когда мы росли, вот мы ходили в какой-то там, в каком-то свитере, в какой-то рубашке, и потом начинали понимать со временем, что рукава становятся короткие. Что мы делали? Мама, да мама сама для вас покупала рубашку. Вот мы выросли и ходим в одной и той же одежде, вроде уже не растем, но одежда изнашивается, ее нужно менять. Постоянно должны быть какие-то процессы обновления, в этом и состоит наша жизнь, друзья. Мы постоянно должны что-то делать, это эволюция, это движение, это жизнь, это здоровье. Любой застой, он откатывает нас обратно. И у меня есть примеры перед глазами среди моих учеников, которые благодаря моим тренингам, благодаря моим консультациям достигали определенных успехов, результатов в развитии бизнеса. И после того, как отходили от меня, у них возникали какие-то страшилки, опасения, страхи, и они опускались вниз. У них падали обороты продаж, они, ну, есть пример, когда человек вообще просто закрыл бизнес и ушел работать в найм, не справился. Почему? Страхи, отсутствие движения, отсутствие развития. Следующий момент, могут ли быть риски или все так красиво, как Юра говорит, нужно вложить бабла, расширить площади, нанять сотрудников, сделать отдел продаж и кайфовать. Ведь, конечно же, друзья мои, жизнь это, в принципе, риск проезжая по трассе, на которой активное, динамичное, интенсивное движение, есть риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Идя по лесу, есть возможность отхватить шишкой по голове. Заходя в бизнес, вкладывая материальные средства, есть возможность их потерять. Вот момент номер два, который вы должны четко понимать и отслеживать. Есть ли у вас на сегодняшний день готовность потерять то, что у вас есть? Что я имею в виду? Если у вас есть собственные деньги, вы можете легче ими рисковать. В конце концов, вы их, ну, предположим, потеряете, но вы не будете никому должны. Если же вы живете на кредитные средства, хотите взять, привлечь кредиты, инвестиции, занять у кого-то еще, чтобы развивать масштабированный бизнес, здесь есть великий риск. Во-первых, что у вас не получится. Знаете, почему так бывает? Потому что не свои деньги тратятся легче. Необдуманно. Вот свою копеечку, которую ты заработал, ты разумно вложишь, отследишь эффективность этого вложения, подкорректируешь какие-то ошибки. Если деньги кредитные не свои, давай быстрее сейчас закупим новых тачек, новых станков, очки дорогие, там еще что-нибудь и будем прям кайфовать от бизнеса. Если вы хотите развиваться на не собственные средства, не на собственные материальные ресурсы, ваш риск умножается, ну, не на два даже, на три. То есть пишите x3, будьте осторожнее, будьте внимательнее. Я терял несколько раз в жизни. Собственно, первый мой кризис, когда я вообще весь бизнес потерял и были большие проблемы, это как раз та ситуация, когда я развивался на заемные, на кредитные деньги, на деньги клиентов, которые я брал, тратил необдуманно и потом не мог вернуть в виде продукта. Потом, когда я уже поумнел и начал бизнес заново, с чистого листа, я тоже терял, ребята, и терял немалые суммы. Но это был опыт, я делал выводы и шел дальше, потому что собственные, заработанные, потерянные 100, 200, 300, полмиллиона тысяч, 500 тысяч рублей, они не очень сильно бьют по самолюбию. Да, конечно, ну, я научился не оглядываться назад, потерял и потерял. У меня есть принцип, если я потерял, например, определенную сумму, я заставляю себя заработать в два раза больше, у меня получается. И я оправдываю себя тем, что я просто хорошие деньги за тренинг заплатил, потерял деньги, заплатил за хороший тренинг, сделал выводы, заработал в два раза больше. Итак, друзья, как преодолеть боязнь масштабирования своей компании? Проанализируйте текущую ситуацию вашего бизнеса, посмотрите и определите свои сильные стороны, а также слабые стороны. Слабые стороны исправляйте, делайте сильными. Сильные стороны масштабируйте и на них выстраиваете свой бизнес. Посмотрите свои цели, амбиции, задачи. Для чего? Для кого? Если вы хотите просто кому-то что-то доказать, это не повод масштабировать бизнес. Если вы хотите доказать конкурентам, что вы крутой и сейчас тут весь город возьмете, это не повод, это не сигнальный выстрел для того, чтобы стартовать бизнес. Если же у вас есть внутренний кайф, внутреннее чувство готовности к новому этапу своей жизни, начинайте, не бойтесь. Посылайте нахрен все свои страхи, экспериментируйте, развивайтесь, слушайте своих менторов. Найдите себе, конечно, какого-то ментора, человека, который будет давать вам рекомендации, человека, который выше вас в бизнесе, зарабатывает больше, у него больше опыт, которому можно задать вопрос, посоветоваться, проконсультироваться, услышать его мнение, даже если оно будет неприятное. Он тебе скажет, не делай так, ты так, да я вот умный, я сделал, он говорит, не делай так. Ты не согласен, но послушай его и не сделай. Найдите себе ментора, найдите себе хорошего наставника, пройдите какие-либо тренинги, которые докрутят ваши недостающие навыки, приведут их прям в такие серьезные, сильные скиллы и дерзайте, не нужно бояться. Наши страхи очень часто основаны просто на каких-то фантомах. Кто-то сказал, кто-то подумал, бабушка так не делала, дедушка так не жил, почему я должен. Если мы будем прислушиваться к тому, что у кого есть негативный опыт до нас и не делать ничего нового в жизни, мы так и будем ходить в лаптях, в валенках, топором строгать доски и жить в шалашах. Не хотите так жить? Хотите кайфовать? Хотите, чтобы ваши близкие были счастливы? Хотите получать удовольствие от жизни, стремиться к своим целям, реализовывать себя, свои жизненные предназначения? Развивайтесь, ребята, не бойтесь, я рядом с вами, есть вопросы, пишите в комментарии. Тут же приложу ссылочку на консультацию, записывайтесь, там большая очередь, не обижайтесь. Не очень быстро обрабатываются заявки, потому что много народу, но тем не менее, оставляйте заявку, приходите со своим вопросом. Всем помогу. Развивайся. До встречи вот там.